Удивительный и прекрасный мир раскрывают выставки в Государственном музее искусств имени Аблхана Костеева. Центр Алазия Кронос продолжает рассказывать вам об этом мире, который видят художники. Не так давно в музее открылась персональная выставка известного казахстанского фотографа Дионисия Мить. Порой бывает так, что походя мимо прекрасного, мы попросту не замечаем красоту нашего мира. Поэтому увидеть и запечатлеть момент – главная задача настоящего творца. Выставка фоторабот Дионисия Мить «Казахстан. Страна горы степей» стала 19-й экспозицией работ мастера. Краски фоторабот яркими пятнами украшали стены зала. «Это мир, созданный Богом. Я просто немного подглядел и выложил эту красоту на обозрение. Горы всегда были лишь частью моей мечты. Теперь осталось осуществить еще одну часть – пройти через степи всей страны», – рассказывает фотограф. Ценители искусства, пришедшие на выставку, отмечают красоту и хрустальность произведений Дионисия Мить. Параллельно с работами фотохудожника в музее проходила и выставка картин казахстанской художницы Жамилии Такен. На своем сайте «Кроносазия» журналисты издания уже делились впечатлениями об этой выставке. Но мы, конечно же, не могли еще раз не рассказать об удивительных работах этого мастера. Вообще, в картинах Жамиля довольно много красных насыщенных оттенков. Сам цвет плотный, порой утрированный. Это придает композициям то драматичное звучание, то декоративное наполнение в зависимости от стоящей перед автором задачи. И сам автор справедливо считает красный энергоемким цветом. «Я люблю красный цвет, потому что им можно выразить эмоции. Он передает и страсть, и любовь, и негодование. Еще много чего в сочетании с другими оттенками», — говорит Жамиля Такен. «Все ее картины обладают душой. Когда смотришь на ее работы, видно, что это рука женщины. Женщины, обладающие великим талантом выражения своих мыслей через живопись. Чувствуется в ее работах какая-то удивительная свобода. Там есть картина «Рыбка». Это карта Казахстана. Она такая нежная и в то же время угловатая. И на фоне каких-то огненных пятен. Рыбке тяжело, но она прекрасна. Делится своими впечатлениями казахстанцы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова